Необычную картину наблюдают жители района Гидролизны. В их сквере появились строители и техника, которые приступили к благоустройству. И хотя люди уже не ждут окончания работ в этом году, надеются, что их вообще хотя бы не забросят. Ну, по крайней мере, хоть начали делать, значит. Что столько лет стоял запущенный, теперь хоть что-то стали делать. Надеемся, что сделается. А что бы вы хотели здесь видеть в первую очередь? Чего не хватало все эти годы? Ну, помню, в детстве тут фонтан был посередине. Мальчишками было интересно в фонтане плюхаться. Некоторые жители и вовсе жалеют строителей и говорят, в этом году погодные условия словно ополчились на рабочих. Как только те выходят, так сразу льет дождь. Они бедные весь август появятся с утра. Дождь и сегодня, и завтра, и потом. Они уйдут, вроде денек какой-то выдастся. Ну, они, наверное, не виноваты, правда, рабочие. Вот это только все из-за погоды. Они бы, наверное, сделали. Ну, это я так думаю. Тем не менее, согласно планам подрядчика, завершить работы нужно было еще в августе. И вины рабочих здесь, конечно же, никто не ищет, так как, скорее всего, людей попросту не хватает. Вот, например, сквер «Землянка», где месяц назад бурно кипела деятельность. Сейчас, как видно, на месте никого нет. Да, появился асфальт, опоры для освещения, только выглядит все явно незаконченным. А покрытие и вовсе словно лежит здесь не первый год. Похожая картина и на аллеи микрорайона «Солнечный». Там, согласно планам, проводились подготовительные работы. Основные же намечены на следующий год. Поэтому часть объекта, видимо, так и останется в разобранном виде. Проблемы с подрядчиком неоднократно признавали даже в самой администрации города, как, например, и в недавнем интервью нашему каналу. Нам с подрядчиком не повезло. Все возможные меры мы к этому принимаем. Будем надеяться, что хоть с опозданием, но, по крайней мере, контракт будет выполнен. Дальше он понесет в дальнейшем, по итогам выполнения контракта, дальнейшие штрафные санкции. Но с учетом представленных его документов, вроде как, по установке малых архитектурных форм, проблем быть не должно. К слову, именно они стали главной причиной задержки благоустройства в сквере Гидрользном. Сейчас же, по сообщению организации, мафы уже оплачены и установят их к середине октября. Добавим, в отношении подрядчика 26 сентября Каннской межрайонной прокуратурой было вынесено административное взыскание.